14 февраля на территории храма Рождества Христова после Божественной Литургии по благословению настоятеля храма Протерея Александра Игнатова состоялось очередное мероприятие с участием сотрудников службы МЧС, посвященной безопасности на воде. Расскажем и потом вам покажем, какое есть водолазное оборудование, снаряжение, проследства на вооружении службы спасения. Главное, что не паниковать, не надо пытаться переплыть или против течения. Главное, по течению и потихонечку подрабатывание руками и ногами в пикаланге. Гостям и прихожанам храма рассказали о профессиональном оборудовании и снаряжении, водолазных костюмах. Это жилет-компенсатор, баллон с сжатым воздухом. Здесь у нас представлена маска с системой звукопередачи. А также продемонстрировали надувной трап, применяемый для спасения на льду. Он, можно сказать, сам лежит на льду. Даже если лед будет трескаться, он находится все равно на плаву. И спасатель ползком ползет до пострадавшего. После проведенного инструктажа у всех желающих была возможность принять участие в применении спасательных средств для спасения условного утопающего. Участие в мероприятии произвело большое впечатление на воспитанников воскресной школы. А еще раз, понравилось кругом дать, потому что это очень актуально. Ребята дали такую очень ценную информацию и увидели, как правильно спасать, как правильно ползать даже попробовали. Как вообще лодку на лодке дали посидеть, попробовать. Поэтому очень-очень полезная информация. Профессия спасателя требует полной самоотдачи, отваги и силы духа. Что говорят сами спасатели о выборе своей профессии? Выбрали, как вам сказать, надо людям помогать. Двух слова.